Наконец-то появилась возможность наглядно продемонстрировать всем моим зрителям, почему в какой-то момент лично я перестал отмечать 9 мая как праздник. Я действительно не отмечаю День Победы уже много лет. Не хожу на парады и бессмертные палки, не хожу в том числе на салюты. Этому действительно есть объективная причина. Сейчас все поймете. Внимание на экран. 9 мая 2021 года. Шествие по случаю 76-й годовщины Победы в поселке Волочанка, что в Красноярском крае, потомки победителей спустя 7,5 десятилетий. Вот вы знаете, и смех, и грех, потому что на самом деле не смешно, позорище, стыдоба. Такое ощущение, что война только вчера закончилась. Вот она причина. Потому что я не хочу принимать участие в данном лицемерии. Мы победили, кричат ущербные. Можем повторить, вторят им дегенераты. Кого вы победили? И что вы можете повторить? Вы дорогу, блин, сделать не в состоянии. Идете по колено в грязи. Подвиг ветеранов они вспоминают не стыдно. Я действительно не знаю, как на такие вещи реагировать. Столько денег вваливается во всю эту мишуру. В салютики, в пропаганды сотни миллиардов. Каждый год мы тратим на видимость праздника. Говнище! Вот это сперва из-под ног великодержавных шествующих уберите, а уж потом что-то празднуйте. В одной картинке. Все наше мнимое величие, блин. Начинаем. Кстати, еще одно видео хочу показать тоже со дня победы, только снятое в 70-е годы. Вот так вели себя в этот праздник люди, которые на самом деле пережили ту страшную войну. Просто полюбопытствуйте и проведите параллели. Обратите внимание, никаких полуголых или разрисованных баб, никаких детей в форме с кучей медалей, как у собак на выставке, никто не беснуется. Не выкрикивает никаких лозунгов. Люди просто отдают дань памяти, дань уважения тем, кто не пережил эту войну, но сделал все, чтобы она закончилась. И уж, конечно, никому на этих кадрах даже в голову не приходит нести ахинею из разряда «можем повторить». Они слишком хорошо помнили, как выглядит ужас, который мы сегодня называем «великой отечественной». Они слишком многое потеряли. И да, вот на этих архивных кадрах. Вы заметили хоть на ком-то георгиевскую ленту? Когда эта лента стала символом победы-то? Красная гвоздика, да, всегда была с детства, это помню. А лента вот эта вот полосатая, откуда вообще взялась? Вот так, собственно, и выглядит переписывание и перевирание истории. Это реальная журналистика с прошедшим днем победы. Не сегодняшнего победобесия, а той исторической победы. Поехали! Кстати, в Иркутской области школьники по случаю годовщины победы прошли торжественным маршем с, внимание, портретами Владимира Путина и цитатами его высказываний. Еще раз для людей, которые не успели переварить день победы. Школьники с портретами Путина и, мало того, с цитатами его высказываний, блин, аплодирую стоя. Ну, разумеется, Путин же самый главный ветеран той войны. Да чего скромничать-то? Он ее и выиграл вместе с Шойгу и Димоном. Ага, это я сейчас идеи Министерства просвещения накидываю. Вы начинаете писать обоном уже в школьных учебниках. Вот лизнете так лизнете. К слову, можно подключить к этому делу каких-нибудь попов, которые пусть расскажут. Владимир Владимирович, это реинкарнация Сталина на минуточку. Который как раз примерно в то время, когда дед родился, умер. А что, по-моему, здорово. По ящику этот бред. Покатать с годик. Ватники и уверуют. А вообще, конечно, ну все же прекрасно понимают, для чего каждый год устраивается это шоу, которое в народе окрестили победобесием. Да, ради пиара одного единственного человека и примазавшейся к нему партии. У них других достижений все равно нет. Рассказывать дурачкам не о чем. Вот уж уют эту жвачку 21 год подряд. Война. Мы победили. Не забудем, не простим. Ну, сами повспоминайте. Вот вы современные фильмы смотрите, российские. О чем они? Либо о войне, либо о каких-то достижениях или выдающихся личностях советского времени. Кто-то из вас видел фильм о выдающемся ученом путинской эпохи, который изобрел некое ого-го о спортсмене каком-нибудь нашем современнике, который десятилетиями прославлял российский флаг. Именно российский, не советский. Тоже не видели. О культурном деятеле путинского времени опять мимо. Если снимается что-то на сегодняшнюю тематику, это либо тупая комедия, либо о ворах и бандитах. Если чиновник, то взяточник, если полиционер, то коррумпированный, что я не прав. Им даже в кино показать нечего, вот и примазываются к подвигу людей из прошлого. Можете объяснить, почему мы не можем пройти без пропуска и без всего? А кто может нам дать разъяснение? Почему вы молчите и не отвечаете? Мы не пресса, мы обычные граждане. Пришли с детьми, приехали издалека. Почему мы не можем пройти? Почему вы нас не пускаете? Для кого праздник? Для кого концерт? Можете сказать? И, конечно же, ну нет им никакого дела до ветеранов. Чихать они хотели на этих людей. Приведу пару простых примеров. Целую неделю наблюдал, как пропагандисты всех существующих в России телеканалов из штанов выпрыгивали. Рассказывая наперебой слезные истории каких-то дедушек и бабушек, переживших войну. С утра до вечера Марья Ивановна, дочь героического танкиста и бла-бла-бла, не затыкались же. Никто не забыт, ничто не забыто, ветераны наши все. А непосредственно 9-го те же самые пропагандисты продемонстрировали свое истинное отношение к этим людям. Да пожалуйста. Вынуждены здесь ненадолго прерваться. А все почему? Потому что хотим показать вам прямое включение Михаила Ракицкого. Нет? Нет, чуть позже. А прямо сейчас Владимир Путин и Мали Рахмон вновь возлагают цветы. Давайте обратим внимание. Вот как можно это назвать правильно? Скотством стоит человек, ему задан вопрос. Он начинает что-то вспоминать, рассказывать, делиться сокровенным. Мы прерываем выступление этого человека, потому что тут более важное событие происходит. Начальник от цветы пошел к могиле неизвестного солдата положить. Это блин что? Настолько важно? 21 год к ряду Путин эту процедуру проделывает. В этот раз он как-то по-новому те цветы возложил. Что такого? Выдающегося в главных действиях Головнюка было, что старика пришлось оборвать на полусловие и увезти из эфира. Потом бы показали цветоносного дедушку. Да и показали ведь еще сто раз. Или еще вот кадры подвезли в этот же день ОНС, случилось только уже на Востоке. Почему так важно передавать детям эту память? Ну, дети, потому и дети. Потому что мы их должны учить тому, что нужно делать в жизни. И поэтому парад... Гороль Григорьевич, спасибо. Вот сейчас мы видим, идет губернатор Олег Николаевич. По традиции, его парад победы начинается с поздравления ветерана. Журналистка задает вопрос ветерану. Человек начинает что-то говорить. Ой, все, простите, тут барин идет. В смысле губернатор Кожемяка. Не до вас нам с вашими подвигами. Это что такое? Чей это вообще праздник тех, кто победу в страшной войне добывал? Или чинуш? Путин их, Кожемяк. И вот эти вещи не я должен говорить. Кожемяка должен был пистон пропагандистки вставить тут же. Прямо в эфире он должен был поставить на место тупую журналистку. Сказать, ты обалдела что ли? Вот этот дед главный на данном празднике. Не мне зад вылизывай. Перед ним извинись сейчас же. Вот так должен был поступить настоящий героический губернатор. Да вообще любой настоящий человек. Но мы же в России живем, где лебезить перед начальством важнее всего на свете. Да она и не умеет по-другому. 20 лет из людей делали халуев. Многие уже не помнят, что такое свобода и самоуважение. А кто-то и не знает. И переведить человека в обратном будет ой, как сложно. Знаете, я уже говорил как-то, но повторюсь. Как-то задумался, почему ватники настолько любят своих узурпаторов и так откровенно ненавидят тех, кто говорит им о свободе. Либерастами ватаны таких называют. А потом до меня дошло. Представьте себе собаку где-нибудь в частном доме, которая всю жизнь просидела на цепи во дворе. Все ее познание о мире ограничивается длиной этой цепи, условные 3 метра. Она дальше этих 3 метров ничего в жизни не видела. Как думаете? Поймет ли она, если вы ей вдруг начнете рассказывать, что есть другая сторона двора. Есть другие дома, есть другие деревни, даже целые города. Леса, поля, реки, луга, где можно побегать по травке. Да не поймет она этого, для нее вы будете говорить на китайском языке. Так и ура, патриоты. Че не видели в своей жизни? Цепь, на которой сидят 21 год и Владимир Владимирович, на которого молились всю дорогу. Это просто несчастные, которых из людей-то, кстати, их же боги не считают. Путин президент мира! Ура! Все. Это была Реальная журналистика. Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете здравый смысл. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.